Здравствуйте, друзья! Сегодня 26 февраля, четверг. В Чехии потеплело, сегодня 6 градусов. Уже вот-вот и скоро весна. С утра даже светило солнце, но сейчас стало пасмурно. Вторая половина дня я еду в город Лавасице. Еду к букинисту, у которого я заказала книжки. По дороге покажу вам, как живут в Чехии. Там впереди, если вам видно, это горы. За ними уже территория Германии. В Чехии два типа дорог. С левой стороны это трасса, которая называется Дальница. Она ведет в сторону Дрездена. Но проезд по этой дороге он уже платный. Я ехать не могу, поскольку у меня не приобретена дальничная знамка. Это специальная оплата проезда по этой дороге. А я еду через населенные пункты по обычной трассе, которая называется Сильница. Вот она проходит через деревню. Ограничение скорости, естественно, 50 км в час, поэтому это несколько дольше. Но если нет необходимости часто ездить по скоростной трассе, то, в общем-то, и эту знамку тоже нет необходимости покупать. Когда я ездила с туристами, естественно, мы ездили по скоростным трассам. Но пока вот сейчас все связано с коронавирусом приостановилось. Ну, я оптимист. Я надеюсь, что скоро все это вернется. А вот с левой стороны это территория монастыря. Городок называется Доксаны. Этот монастырь был построен, основан в 13 столетии. Ну, вот он частично отреставрирован, а частично еще нет. С правой стороны домики новые. Строят их очень интересно. Некоторые, они, конечно, кирпичные, а некоторые строят просто из деревянного каркаса. Внутрь закладывают большие листы полистирена, в Чехии называется. Кто знает, как называется в России, пишите в комментариях. Строят эти дома очень-очень быстро, буквально за лето. И дом уже стоит, в него заезжают радостные обладатели новой недвижимости. Такие дома теплые, но в плане удобства и сколько они прослужат, у меня вызывают большие сомнения. На въезде в каждый населенный пункт всегда стоит камера, которая фиксирует движение автомобиля. Ну, либо, если нет камеры, такое тоже бывает, вот предупреждающий знак, который показывает, что надо снизить скорость до 50 км в час. А вот справа начинается город, который называется Терезин. Здесь во время Второй мировой войны находился концентрационный лагерь для политзаключенных, военнопленных, для евреев. Я как-то ехала ночным автобусом и проехала свою остановку, но, грубо говоря, заснула. И оказалась в этом городе. Проснулась в 5 утра, смотрю, боже мой, там реально не очень приятно. Он такой мрачный, особенно если знаешь его историю, так вообще страшный. В общем, утреннее пробуждение у меня было не очень приятным. Если вам интересно узнать поподробнее об этом городе, пишите в комментариях. Я сниму для вас отдельное видео. Если интересно, то сколько стоит бензин в Чехии, можно вот увидеть на заправочных станциях. Бензин в Чехии, это автозаправочная станция, дизельное топливо стоит 28,5 крон, это чуть больше 1 евро. А впереди горы. Не очень высокие, но горы. Начинает дождик накрапывать. Но надеюсь, что он не будет сильный. Вот впереди справа видны трубы. Это предприятие, которое сейчас принадлежит концерну Агроферта. Агроферт принадлежит премьер-министру Чехии. Там производится на этом предприятии удобрение. Она вообще, как город Лавасица, сам по себе такой промышленный городок, несколько больших предприятий. Но в том числе вот такая химическая промышленность по производству удобрений. А еще впереди видна гора, и на ней высится две башни. Это старинный замок, который называется Хансбург. Но сейчас все замки в Чехии закрыты, опять же, из-за эпидемии коронавируса. А так летом он открыт. В обычное время туда можно наверх подняться, найти развалины пейзажные. Ну вот, собственно, я почти приехала. В конце этой улицы стоит дом с красным автомобилем, где живет господин букинист, у которого я сейчас заберу книжки. Вот это здесь. Я выключу камеру, чтобы не смущать человека. Ну что же, книжки я забрала. Я теперь счастливая обладатель еще одних книжек о Чехии. Когда приеду домой, я вам покажу, что это за книжки. А сейчас мне надо заехать еще в магазин, купить кое-какие продукты, ну а потом уже домой. Я приехала в магазин Lidl. Попробую для вас снять в самом магазине продукты, какие продаются, какие цены. Посмотрите. Продолжение следует... Продукты я купила, я взяла такие наиболее популярные продукты, чтобы показать вам цены, сколько что стоит, так что не переключайтесь, смотрите дальше. Погода все-таки портится, начинает накрапывать дождь. Я сейчас нахожусь в центре городка Лавасица. Хочу вам показать, как он выглядит. Такой город небольшой, но центральная часть сохранила исторические здания. Можете сами посмотреть. Конечно, нога русского туриста сюда редко заглядывает, если только по какой-то очень острой необходимости. Смотрите, тут особенно нечего, но я вот почему сюда приехала в центр. Здесь находится еще зоомагазин, и раз уж я нахожусь в Лавасицах, он здесь очень хороший, я загляну, может быть, куплю каких-то аквариумных рыбок. И, кстати, вот здание ратуши, есть дата его строительства, 1907 год. Совсем недавно дом был отреставрирован. Вот наверху видите, какие горгульи замечательно украшают башню. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Ну, к сожалению, рыбок не купила, потому что у них как-то ничего в этот раз не было интересного. Хотела посмотреть какие-то новые виды гупи, но сегодня не повезло. А погода тем временем совсем задождилась. «Надо ехать домой». Ехала я, ехала и наконец приехала. Вот я выложила продукты на стол, которые я купила для того, чтобы рассказать вам, что за продукты вообще в Чехии и сколько они сейчас стоят. Начнем, наверное, пожалуй, с хлеба. В Чехии продается черный хлеб. Что радует. Например, во Франции черный хлеб не продается. Но он не чисто ржаной, он смешанный пшенично-ржаной. Вот он такой круглый. Не знаю, сколько весит. Наверное, порядка 400 граммов стоит хлеб 14 крон. Потом в Чехии продаются вот такие булочки, которые называются рухлики. Сейчас я вам покажу их. Вот так выглядит этот рогалик. Это прям достояние Чехии. Стратегический такой секрет. Если у вас есть рухлик и помазанка. Помазанка это типа паштета. Она бывает разная. Делают ее тоже по-разному на основе творога или с добавлением майонеза. Вот так она выглядит. Это рыбная. Она с тунцом. Вот достаточно разрезать рухлик, помазать помазанкой, и все. И вы сыты. Баночка помазанки стоит 15 крон. Я вот купила с тунцом, а еще купила с лососем. Уже вот так выглядит. Что еще следующее вам показать? Ну, это молоко. Молоко это не долгого хранения. Стоит 1 литр молока 18 крон. И это молоко чешское. Хорошего качества. Потом мука. Вот килограмм муки сейчас стоит 10 крон. Мука, что интересно, в Чехии трех видов. Она бывает мелкого помола, так же, как привыкли мы к стандартной муке. Бывает она по-чешски полугрубая называется. Она уже более крупного помола. И бывает еще и мука, такая она называется, хрупа. То есть, эта мука по виду похожа практически на манку. Вот из муки среднего помола здесь часто готовят разную выпечку. Поэтому я ее тоже покупаю. Сахар. Сахар стоит сейчас, вот смотрю в чеке, стоит 15 крон за килограмм. Потом яйца. Яйца это чешские, с чешской фабрики. Упаковка стоит около 40 крон, 10 штук. Это категория МЭ, то есть, они средние, не большие. Я еще купила такую баночку томатной пасты. Вес банка 140 граммов. Стоит она около 11 крон. Сыр тофу весом 180 граммов. Тофу стоит, чтобы быть прям точной, не помню, 14 крон. Популярно в Чехии, это как мармелад из сливы. Ее добавляют в разную выпечку и также можно мазать на бутерброды. Потом сливочное масло. Сливочное масло сейчас стоит около 40 крон. Вот такая шоколадка. Это шоколадка с цельными орехами. Вот как на картинке есть, так оно и есть. Шоколадка стоит 15 крон. Добрались мы с вами до овощей. Килограмм капусты сейчас в Чехии стоит 10 крон. Видите, томатная паста, капусты. Я готовлюсь варить борщ. Потом морковь. Морковь средняя цена, зависит от магазина. Вот я купила за 15 крон килограмм. Еще из фруктов, да, то, что популярно, это, конечно, яблоки. Сейчас я достану из пакетика, вам покажу. Это яблоки чешские. Почему я подчеркиваю, что чешские? Они лучше по качеству, чем польские. И стоят они, конечно, тоже дороже, чем польские. Вот килограмм яблок сейчас стоит около 30 крон. Лук стоит 14 крон за килограмм. Еще я купила манго. Манго было по скидке 25 крон. Хорошая такая, мягкая. Потом растительное масло. Это масло подсолнечное. В Чехии два вида масла чаще всего занимают большую площадь в магазине. Это подсолнечное масло и рапсовое. Но я покупаю подсолнечное. Подсолнечное масло сейчас стоит 1 литр. 33 кроны. А, еще я забыла сказать про овощи. Я просто не стала класть на стол. Это, конечно, картошка. Килограмм картошки сейчас стоит около 21 кроны. И, естественно, питание для рыжика. Эта баночка стоит весом на 415 граммов. Стоит она 10 крон. Ну, рыжик ее ест, любит этот корм. Ну, вот такие цены сейчас на продукты в Чехии. Если вам интересно что-то о продуктах, если хотите, чтобы я вам что-то рассказала, какие специфики, не знаю, чешских продуктов, то пишите в комментариях. Я рада буду ответить. Ну, и вот, собственно, то, зачем я ездила в Лабасице, это книги, которые я купила у букиниста. Первая книга, она о исчезнувшей Праге. Вообще, большая часть книг на чешском языке, это понятно, поскольку я в Чехии, и когда я готовлюсь к экскурсиям, я чаще стараюсь пользоваться все-таки литературой на чешском языке, потому что это более точная литература. Вот эта книга о исчезнувшей Праге, она о Праге конца XIX-го, начала XX столетия. Здесь много интересных всяких историй о городе того времени, о быте людей в то время. Следующая книжка – это книга о Праге, о домах Праги, то есть она посвящена, каждая глава этой книги посвящена отдельному дому. И очень-очень много всяких интересных подробностей, тоже историй, связанных со старинными домами в Праге. С иллюстрациями, вот такая замечательная, буду ее с удовольствием читать. Следующая – это не книга, это такие фотографии. Не спрашивайте, зачем мне это надо, но это надо. Ну, конечно, шутка. На самом деле это было сфотографировано в конце 90-х годов. У меня как-то на экскурсии турист спросил, а как выглядела Прага в социалистическую эпоху. И я стала собирать вот такие книги, какие-то иллюстрации, изданные как раз в то время, для того, чтобы тоже можно было посмотреть и сравнить, как выглядела Прага, ну, или чешские какие-то другие города, тогда и сейчас. Очень интересно. Так, это потом. А еще книжку я купила на русском языке. Такой в Чехии тоже можно приобрести. В социалистическое время здесь русский язык изучали в школах. Это был язык обязательный для изучения. И также и книги издавались на русском языке. Вот эта книга рассказывает о жизни в Моравии, это историческая область на юге Чехии, тоже с фотографиями, иллюстрациями. И она мне поможет более интересно готовить экскурсии по той области Чехии. Я вообще очень люблю какие-то интересные подробности, чтобы было интересно рассказывать туристам. И еще две книги. Это книги уже для детей. Это Джек Лондон. Здесь его проходит в школе, он входит в обязательную программу. Это его самая известная книга, Мартин Иден. А эта книжка интересна тем, что она была иллюстрирована, она была иллюстрирована чешским художником с Деном Камбуряном. Это очень известный художник не только в Чехии, но и вообще в мире. Он реконструировал палеонтологический объект. Вот динозавры были им нарисованы. И здесь он тоже иллюстрировал эту книгу. Вот такие у меня замечательные покупки. Буду с удовольствием читать и готовиться к новым экскурсиям. Я надеюсь, что все-таки эпидемия закончится, и туристы вновь вернутся в Чехию, вновь приедут в Прагу. Я с радостью буду показывать красавицу Прагу и возить по другим чешским городам. Ну, естественно, вам буду рассказывать какие-то интересные подробности о Чехии, ну, и о жизни тоже в Чехии, и о достопримечательностях в Чехии. Поэтому подписывайтесь на канал. Всего доброго!